Саратовская набережная самая протяженная по Волочке. Сейчас она сложится 6,4 километра, и в дальнейшем планируется, что она будет увеличена до 9 километров. Начнем сначала. У нас консенсация стенда меняется от месяца к месяцу. У нас были уже месяцы туризма, месяц образования, инновации наши. Мы представляли здесь, в том числе, наши беспилоты, летательные аппараты. У нас приезжали коллеги из различных учреждений и проводили мастер-классы. Сегодня у нас начался январь, это месяц спорта и месяц молодежи. Поэтому здесь мы представляем на стенде спортивные достижения наших команд. Это и пляжный волейбол, это и женский волейбол, и гангбол, и так далее. Здесь вы видите, у нас как раз микрорайон, аэропорт. Это новый микрорайон, который будет построен на месте старого аэропорта. В свое время аэропорт был принесен за пределы города. Он у нас международный, имени Юрий Алексеевич Кагарин. Почему это так, я вам не могу, расскажу. И в центральной части города освободилось территорию 200 квадратов. Вот вы не были в Саратове, да? Не был. Вот смотрите, вот у нас парк Победы на Соколового горе. На таком же уровне находился аэропорт. То есть, видишь, что там рядом с аэровокзалом находится дворовая площадка. И вот эта территория будет расстраиваться и вот таким вот образом. Вот для меня в чем уникальность этого района. Как правило, вот так вот расстраиваются уже новые микрорайоны, которые находятся в начале города. Здесь этот микрорайон будет находиться в центральной части. То есть, отсюда до центра города, до центральной площади 3-4 километра. То есть, здесь возможность жить в центральной части города, в комфортном просторном микрорайоне. Что немаловажно, с развитой инфраструктурой. То есть, здесь находятся 15 детских садов, 5 школ, 4 полетрибники. Поэтому, пошли дальше. Я думаю, вы уже, наверное, не все будете писать, конечно. Смотрите, почему у нас, в принципе, территория притяжения? Слоган наш, он стенд. У нас о Саратовской области Юрий Алексеевич Гагарин. Я же общала рассказать. Он у нас учился в индустриальном техникуме. Впервые поднялся в Саратовское небо, занимался Саратовской аэрокопии. И сегодня самолет, на котором он летал, находится в музее Кравильки. 13 апреля 61-го года Юрий Алексеевич у нас приземлился на территории Саратовской области. Сейчас здесь находится парк покорителей космоса. Такая реальная образовательная локация. Кроме того, 7 апреля 61-го года на территорию Саратовской области приземлился Герман Дедов. То есть, два первых космонавта земли. Земли именно в нашем регионе. Вообще, Саратовский регион уникальный. То есть, здесь и огромное историческое прошлое. У нас и промышленность развивается, и аграрный регион. Но здесь есть все. Что касается, что вас больше интересует? А все, по чуть-чуть расскажите. Все, по чуть-чуть. Ну, смотрите, во-первых, конечно, нельзя не сказать про Хвалы, это как по ошибке нашего региона. Это город-курорт, официальный штат. Здесь находится горнолыжный курорт. Это национальный парк у нас. Знаете, здесь такое детальное сочетание реликтовых сосед и маловых гор. То есть, в свое время здесь находились все-таки союзные здравоохранения. И сейчас здесь также работает Санатур. Можно приехать на горнолыжный курорт, на высшем, можно просто погулять по лесу. То есть, само нахождение там уже благотворно влияет на здоровье человека. Одно из ярких мест в нашем регионе, конечно, это вот Тер-Степана Райзна. Вот здесь вот берега достигает до 30-40 метров, высота берега. А ширина Волги, ну, более 7 километров. То есть, здесь вот можно почувствовать всю мощь этой реки. И полинерезий именно здесь, кто понравился, он топил ту самую персидскую книжку. Вот. Далее, ну, про мест прохивление Гагаря я вам уже сказала. Про парк Пухорителей Космоса. Куриловская тюльпанная Сим. Почему мы ее здесь унесем? Потому что здесь он находится... Это Тер-Степана Ширея. Здесь произрастрают, они у нас краснокнижные. И именно здесь у нас самая богатая палитра. То есть, от белого до теплого фиолетового. Если коротко, то давайте, значит, перейдем к самому Саратову непосредственно. Здесь мы представляем как раз наш золотардынский город Луке. Вот все-таки, если вы побываете в Саратове в сентябре, на День города, я вам назначу, что заготовила музей. Это фестиваль исторической реконструкции. В 14 веке на месте современного Саратова находился город Луке. Город был достаточно крупный для того времени. Сегодня в музее Крылья не сохранился, а с фрагментами стен. Такого лазурного, сумрусного цвета. И о нем же еще писала Бумбадуга. Поэтому именно здесь вы можете прочувствовать атмосферу того самого древнего города. Но в свое время город заходил на два раза. Сам Саратов это и монумент в парке Победы на Божуравле. Здесь у нас будет очень большая, богатая экспозиция и военной техники, техники МЧС, и фототехники. И, конечно, Саратовский мост. Построенный 60-х годов по самому проживанию в Европе. Литранская кирка Узоркина имеет отношение к истории положительных немцев. В Парксе это как бы лучше Катарина штат. То есть Эхис был в столице автономии. И, соответственно, здесь у нас установили как раз кирку. Дальше мы с вами можем пройти в наш Литинский театр, где мы можем посмотреть видеоролик про наш город, о наших достижениях в спорте, про работу нашей молодежной организации. Потому что сегодня, в Шерн-Скоре, у нас месяц январь, это месяц спорта и молодежной полиции. Вчера буквально мы везли, к сожалению, у нас был стоял здесь мотацийку, сметвение и наша Балакурская команда Турбина. Сегодня у нас проходят шахматные турниры. Вы немножко опоздали. У нас сейчас небольшой перерыв. Здесь у нас был просто ребята здесь устраивали матч. И сейчас у нас просто шахматисты отдыхают, кто у нас занимается этим. Поэтому сейчас пока мы не продолжаем. Сегодня у нас здесь проходит розыгрыш билетов на завтрашний матч на женский голливуд. И как выиграть эти билеты? Ответьте на вопрос витарина. Давайте, отвечу. Давайте, давайте. Давайте, попробуем. А, ответьте. Дадим два билета. Так, сейчас, секундочку. А где будут проходить? На одинам. Арена одинам. Так. А любите голливуд, да? Ну, вживую ни разу не видел. Ну, это уникальная возможность. В принципе, просто идти на выстинку и побывать там. Вот как, на ваш взгляд, какое самое первое название женской команды Протон? Почему Протон? Это команда саратовских. Синяя птица, Динамо или Саратов? Ну, пусть будет как песня Синяя птица. Нет, правильный ответ. В каком году волейбол бы впервые представлен в программе Олимпийских игр? В 1906, в 1964 или в 1996? Именно женский волейбол? Вообще, в принципе, волейбол? Ну, допустим, там, шестой. Шестой еще какой? Шестой, шестьдесят четвертый, девяносто шестой. Я не помню, даже по виде сводкам, чтобы в шестом играли в волейбол, пусть будет шестьдесят шестой. Шестьдесят четвертый? Ну, шестьдесят четвертый. Правильно. Проверно. Сколько видов волейбола существует? Три, пять, семь. Ну, есть пионер. Пионер был, ну, обычный волейбол. Есть еще на песке, наверное, три. Сколько, какие варианты? Три, пять и семь. Ну, много. Ну, есть, допустим, ногой играть в волейбол. Это четыре. Я не помню, как он называется. Парковый, наверное. Парковый волейбол еще есть. Я вам подсказываю. Ну, допустим, пять. Семь. Семь. А какие, получается? Классический, пляжный, волейбол на снегу, пионер-бол, парковый волейбол, мини-волейбол, волейбол сиди, это паралимпийский вид спорта. Нет, волейбол на снегу не видел ни разу. Сколько лет исполнилось отечественному волейболу в 23-м году? 150, 100 или 85? Ну, если в 6-м, отчитываем 85 лет. Пусть будет 85 лет. Как называется пятая партия волейболе? Сет-брейк, сет-последняя надежда или тай-брейк? Последний вариант. Правильно, тай-брейк, все верно. Как называется обманный удар в волейболе? Откидка, скидка или накидка? Скидка. Правильно. Игрок какого ампла не может подавать к мячу? Швизующий, это игрочек или либер? Либер. Ну, либер, это который стоит под стеткой. Все правильно, он не может. Волейбольный мяч закончится, когда из команд выиграет определенное количество партий. Сколько? 2, 3 или 4? Ну, 3. Правильно. Как в волейболе называется очковый игран из подачи? Эйс, кейс или лейс? Первый вариант. Правильно, эйс. Ну, вот сейчас такой скобыстный вопрос, конечно. Кто из российских волейболистов выиграл наибольшее количество медалей в истории волейбола на Олимпийских фиграх? Это Максим Михайлов, Сергей Китюхин или Алексей Вербург? Я и троиха не знаю, поэтому пусть будет второй вариант. Все правильно. У вас будет подсознание, если он взял с долута серебро и две прозы в 2000-2000 годах. Вот еще про Ассарадскую команду. Какое место в прошлом сезоне чемпионата России Ассарадская команда Брандон? Второе, третье или пятое? Ну, пусть будет, если такой вопрос, пусть будет второе. Третье. Так, хорошо, у нас осталось еще восемь вопросов. Или, в принципе, мне кажется, вы уже набрали достаточно количества ответов, правильно? Ну, давайте еще дополнительные. Давайте еще, давайте. В принципе, вот мы играем, конечно, не все такие, если по волейболу, как мы. В составе команды «Протон» играет волейболистка, чья мама много лет назад выступала за предшественника Саратовского клуба «Синию птицу». Назовите этого игрока. Это диагональная Наталья Малых, связующая Татьяна Маркова или либера Юлька Костюкевич. Костюкевич, а что такое слышал? Правильно, правильно. Потому что ее мама Марина Пролова, она плавная игрушечка. До «Протона» главный тренер команды Юрий Маричев руководил женской сборной России. Какой титул национальная команда во главе с Юрием Николаевичем выиграла в 13-м и 15-м годах? Чемпионат мира, чемпионат Европы или Олимпийские игры? Это очень не Олимпийские игры. Сразу выкидывается чемпионат Европы. Правильно. Правильно. Мы размышляли, а я вам сейчас подсказала нормально. Двукратная чемпионка Европы под руководством Юлия Маричева стала волейболистка, которая за второй сезон защищает цвета Саратовского клуба. Назовите ее. Это Наталья Кончарова, Наталья Малых или Ирина Королева. Королева? Нет. Это Наталья Малых, потому что Кончарова играет в Московском «Динамо», а Королева в Питерском Ленинграде. Связующая Мария Смеленко уже не первый год является капитаном «Протона». Назовите точную цифру ее капитанства. Три года, десять лет или пять лет? Ну, десять лет, мне кажется, это уже на пенсию, в пять пусть будет. В прошлом году «Протон» стал бронзовым призером чемпионата России. А сколько длилась серия матчей за третье место? Три матча, семь матчей или пять матчей? Семь пусть будет. Пять. Пять. Сколько раз за свою историю команда «Протон» выиграла бронзу чемпионата России? Два раза, один раз или четыре? Один. Четыре. Третьем, четвертом, пятом и двадцать третьем годах. У команды «Протона» есть свой талисман. Назовите его. Это слон Броша, мяч Протоша или лев Лева. Ну, да. Я здесь прямо еще в выставку там посмотри. Да, там есть подсказка. Я вижу медведь, медведь какой-то, да? Нет, там есть, там прям есть, давайте, да, там есть подсказка. Вы видите яркая, она там. Большая. Это медведь. Это медведь. Опять. Это мяч, да. Назовите действующего чемпиона России в женской волейбольной Суперлике. Это казанская «Динамо Акбарс», калининградский локомотив и московская «Динамо». Пусть будет московская «Динамо». Все правильно, потому что матч сегодня у нас с московской «Динамо» как раз. Какие цвета присутствуют на логотипе «Протона»? Черный и белый, красный и зеленый и белый, и белый, синий и розовый. Ну, я думаю, синий должен быть. Белый, синий, розовый. Все верно. Поздравляю вас. У вас очень много правильных ответов. В принципе, вот они даже больше, чем положено. И билеты будут ваши. Давайте ваш номер телефонов, а я вам все-таки с удовольствием перешлю. Так, сейчас. На миссию двадцать третий год для окраста прошел в подъедении столетия государственного управления физической культуры и спорта. Сиборь и спорта числа и плавна для ветеранов здоровья и духовного лучшего человека. Здоровый общество – главный день визиального проекта «Сбор на участие». У нас «Волга» все-таки здесь, «Чайки» у нас, они в Саратовскую область, они у нас очень часто, не хотим сказать. На набережной можно их встретить очень много. Замечательно. А еще у вас есть центр, там, 1896 год, получается? А, это у нас набережная. Это у нас, когда только начала развиваться набережная. Вот, можно сказать, вот такая она была. То есть, начало набережной. Такая вот сейчас она. А там, когда у нас, вот, 1895 год. А что-то сохранилось, получается, с 1996 года? Ну, только вот, да, только храм сохранился. Все остальное переделано, перескроено. Все рекомендают. На территории региона развитие видов спорта осуществляют 103 аккредитованные региональные спортивные. А, получается, вот это здание храмом, его, получается, это новое здание, да? Это не то? Да, 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 только храм сохранится. Ну, и Волга, конечно же, сохранится.